Приветствую вас. Я бы хотел задать вам встречный вопрос по поводу того, как вы догадались сделать вот такой, скажем так, презент вашему мужчине. Ну просто, как вы догадались. Вот вы говорите, что вам пришла в голову эта идея, но я думаю, что она вам пришла не просто так. Вы знаете либо интуитивно, либо более-менее осознанно. Вы знаете, что нравится вашему мужчине, вы знаете, что нравится вашему мужу, вот вы подсознательно наверное знаете, что вашего мужа восхищает, что он одобряет, что его умиляет. И так вы, собственно говоря, и выбираете, что вам делать. И понимаете, с одной стороны полная ориентация, полная акцентрация внимания на себе, это неправильно. Ну просто потому, что получается, что вы это будете делать для себя, а не для него. То есть вы будете ориентироваться на себя. Ну и полный акцент на нас, то есть на психологов, на хитрости. Это тоже не совсем правильно, потому что вот ваш вопрос, да, как сохранить счастливый брак. Это ведь индивидуально всё решается, то есть нету каких-то готовых ключей, готовых средств, готовых, значит, схем для того, чтобы сохранить счастливый брак. И хитрости на самом деле тоже никаких нет, наоборот, я полагаю, что вся хитрость в том, чтобы знать своего партнёра, знать, что ему понравится. И вот уже как раз таки исходя из этого, исходя из того, что ему понравится, исходя из его особенностей психологических, да. Исходя из его предпочтений, желаний, исходя из его интересов, исходя из его взглядов, исходя из того, что ему нравится. вы уже и будете что-то делать. А для этого нужно лучше узнавать своего супруга, для этого нужно как можно больше с ним общаться, как можно больше у него спрашивать какие-то вещи, как можно больше задавать ему вопросы, интересоваться тем, что интересуется он активно, стараться знакомиться с этими вещами, тем, что интересно ему, понимаете? А вы, вы, как будто бы своего мужа не знаете настолько, чтобы знать, как сделать так, чтобы ему было хорошо. Вот такое ощущение, как будто вы не знаете. И у вас нет понимания того, какой человек рядом с вами, какой он мужчина, какая личность перед вами, какой субъект интересов рядом с вами, какой источник желаний рядом с вами, да, какие у человека желания, какие у человека интересы, какие у человека индивидуальные особенности, понимаете? Вот. И именно на эти моменты нужно обратить внимание. Что хотите сделать вы? Вы хотите взять некоторые определенные средства, взять некоторые готовые решения и их применять. Вот, например, вам дана рекомендация, да, коллеги, относиться к сексу как к игре. Окей, все здорово. Но что, ну, что делать, если, например, мужчина, ну, скажем так, более узких взглядов в сексу, да, что делать, если мужчина, например, не воспримет подобные предложения? Не подходит. А вы возьмете и будете пробовать, понимаете? И это породит некую механистичность в том, что вы делаете. И, на мой взгляд, это далеко не самое лучшее решение. Лучшим решением будет это обратить внимание на то, какой человек рядом с вами и что он из себя представляет. И, исходя из этого, уже что-то для него делать. Можно проспрашивать его знакомых, что ему нравится, там, что-то и далее. Можно понаблюдать за человеком, а можно просто больше проводить с ним время, что, в принципе, является самым лучшим вариантом. Вот. Поэтому никаких хитростей нет. Все хитрости условные. И я бы не применял эти хитрости, ну, вот эти вот статьи, да, какие-то решения универсальные. Я бы их не применял, потому что они игнорируют индивидуальность человека и, так или иначе, вы будете это делать механистично, вот, а значит, не искренним. Что, безусловно, будет замечено вашим супругом и будет встречено, ну, не так хорошо, как, например, ваше пение, которое было искренним достаточно. Вот. Значит, смотрите, вы задаете, точнее, вы пишете несколько важных вещей, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Первое. Вы пишете, что раньше слова, что отношения, эта работа были пустым звуком для меня. Что это значит? Понимаете? Отношения – это не работа. Если люди свободны, принимают себя, принимают другого человека, соблюдают свои личные границы и личные границы другого, отношения – это не работа. Отношения – это счастье, отношения – это наслаждение, это радость, это гормоны. Понимаете? Если вы друг с другом честны, если вы друг друга понимаете и друг другом принимаете и соблюдаете личные границы. Вот. С другой стороны, с другой стороны, вот, значит, смотрите, какой момент, если вы говорите, что отношения – это работа для вас пустой звук, то возникает вопрос тогда, а как же вы выходили замуж за своего супруга? Ну, будущего. Вы говорите, что, значит, любимый человек. То есть, вы его любите, наверное. Вот. То есть, это как-то нужно скоррелировать. То есть, если раньше вы отношения обесценивали, то сейчас вы отношения, наоборот, возводите на 50. Пьедестал. Ни то, ни другое не является чем-то правильным и хорошим. Потому что обесценивание отношений – это неправильно, это обесценивание себя и обесценивание другого. А возведение отношений на пьедестал – это, наоборот, растворение себя в другом. Ну, это я, конечно, говорю в обсуждении, но надеюсь, что вы меня поняли в этом моменте. Дальше. Значит. Вы пишите, наконец, я вышел замуж за любимого человека. Здесь, опять же, непонятно слово, наконец. То есть, что значит, вы давно хотели замуж и вышли, или вы... То есть, как-то вот нужно признать и отчувствовать, что здесь какое-то эмоциональное наполнение есть. Вы пишите, что, значит, вам 29 и ему 32 года встречали с неясной перспективой и кучей проблем около двух лет. Что очень интересный достаточно момент. Куча проблем. Из-за чего, каких? Готовы ли вы их решать, эти проблемы? Почему не решали до брака? Насколько эти проблемы важны? Насколько эти проблемы серьезны? Насколько эти проблемы влияют на вашу жизнь? И так далее. Вот. То есть, всё это нужно обязательно выяснять. Вот. Нельзя так просто взять и оставить проблемы позади. Они будут давать о себе знать. Вы пишите, иногда возникают трения и шероховатости в общении. Ну, кто-то считает, что это нормально. Кто-то считает, что есть естественный период притирания между супругами. Лично я считаю, что шероховатости и трения возникают в первую очередь из-за поведения одного человека. То есть, либо вы забываете о том, ради чего вы с этим человеком, почему вы с этим человеком начинаете его видеть немножко по-другому. То есть, грубо говоря, пытаетесь подделать под себя. Ведь когда-то вы его приняли таким, и проблемы вы приняли. Вот. А теперь это трения и шероховатости, да. То есть, как будто человек после того, как стал супругом, да, должен был поменяться. Или как будто вы считаете, что, ну, что он должен поменяться. Или как будто вы начинаете пытаться его поменять. То есть, здесь вот, на мой взгляд, есть смещение в сторону эгоистичности, в сторону эгоцентричности. И, по сути, отход от другого человека. Вот. То есть, трения в общении, это нормально. Вопрос в том, как вы к этому трению относитесь. Что есть в трении трения? Ну, шероховатость в общении, это нормально. Так называемые горячие точки в семье, по которым у людей есть, как бы, ну, разные взгляды, разные мнения. И вот нужно здесь отыскать компромисс. А вы этого не делаете. Вы, наверное, предпочитаете просто избегать, да, проблем, проблем. А вы пишете, как сохранить счастливый брак, да, вы пишете так, как будто брак, это что-то отдельное от вас. Понимаете? Не будет счастливого брака, если вы будете не счастливы, или если ваше счастье будет зависеть от другого. Не будет счастливого брака. Понимаете, потому что счастливый брак, это совмещенное счастье в вас обоих. Если вы сами по себе не счастливы, то и брак счастливым не будет. Понимаете? Поэтому для того, чтобы сохранить счастливый брак, лично вы можете сделать счастливой себя, и насколько это возможно, своего супруга. Дальше. Как максимально наполнить семейный путь приятными воспоминаниями и эмоциями? Знаете, мне такое чувство, что вы задаете вопрос, как будто в журнал. какой-то, знаете, то есть вот, какая-то максимизация идёт, абсолютная индивидуализация идёт субъектов, то есть вас, вашего мужа. Вот. Потому что, ну, некорректно задан вопрос. Во-первых, ээээ, зачем? Во-первых, максимально, это оценочное суждение. У каждого человека, эээ, максимальная наполненность, она разная. Вы можете говорить только о себе, о своей степени наполненности, ну, например, приятными воспоминаниями и эмоциями. Дальше. Если приятных, приятных воспоминаний будет много и эмоций будет много, то рано или поздно всё это сольётся в один такой калейдоскоп бесконечный. И как-либо реагировать на это, вы перестанетесь. То есть счастье – это перемены, счастье – это ток, счастье – это маятник, качели. Да? То есть, эээ, значит, не нужно наполнять постоянно, должны быть чередования. То есть, как бы, спокойствие – счастье, спокойствие – счастье, спокойствие – счастье. А не так, что вот постоянные приятные воспоминания и эмоции. Такого не бывает, потому что бывают и проблемы, бывает и негатив, бывает стресс, бывает форс-мажёрные обстоятельства, бывает человеческий фактор, в конце концов, когда человек просто поступает так, как он сам от себя не ожидает, да? Вот. От этих, от этих моментов не оградиться и защититься от них можно только тем, что есть у вас, внутри вас. Гармония, уверенность, эээ, ну, может быть, вера в другого человека, может быть. Эээ, ну, если, если говорить об этом, то здесь самое, самое главное – не переборщить, то есть, чтобы вера в другого человека не заменила веру в себя. Вот. Что касается, эээ, приятных воспоминаний и эмоций, то, что, тут на самом деле всё просто. Чем больше вы будете проводить время вместе, чем больше это будет интересный вам обоим досуг, тем больше будут приятных воспоминаний и эмоций. Вот. А, значит, ну, по поводу, эээ, по поводу песни, я не знаю, эээ, зачем вы это процитировали. То есть, для вас это хорошо, для мужа хорошо. Эээ, я полагаю, что это вытекает из того, что является для вас, эээ, интересным. Но это никак не характеризует счастливый брак, это никак не характеризует вас, это никак не характеризует успешность того, что вы делаете. Вот. И потом, если вы будете всё время это делать, то не факт, что муж всё время будет, эээ, реагировать. То есть, знаете, вопрос в том, для чего вы это делаете. Если вы делаете просто, чтобы его поработать, это одно. Если вы делаете, чтобы получить его похвалу, это другое. Понимаете? Первое – нормально, второе – зависимость. И, эээ, с зависимостью нужно работать. Потому что это самооценка, неуверенность в себе. И так далее. Значит, так. Что ещё придумать, придумать? Пишите вы. Эээ, про это я вам говорил. Уже. Про это я говорил. Вот. Соответственно, ну, я не думаю, что имеет смысл попробовать. Как не злиться на некоторое непонимание, какое изредка возникает? Ну, смотрите. Эээ, здесь есть два момента. Первый момент, он заключается в том, что злость – это ваша обида. Это ваши ожидания. Это то, чего вы хотите. И, когда вы злитесь, вы перекладываете ответственность за это на другого человека, что является детской позицией. Детской либо родительской позицией. Это неправильно. Что точнее, это деструктивно. Если вы злитесь – это вы злитесь. Это ваши чувства. Вам за них нужно брать ответственность. Свою. Самой. Свою. Ну, это ваш рост. Это первое. Второе. Полное понимание между людьми ведёт к тому, что люди не чувствуют, разницу между друг другом. И, соответственно, они видят друг в друге себя. То есть, они привязываются друг к другу и друг без друга вообще не могут. Что создаёт феномен слияния. Вы можете почитать об этом. И при данном феномене люди оказываются беспомощными, каждый сам по себе. И у меня вопрос. Вы этого хотите для себя и для мужа, говоря о недопонимании? Понимаете? Одно дело, когда недопонимание вредит. Откровенно вредит вам. Откровенно вредит вашему мужу. Откровенно вредит вашим отношениям. Вы вызывает стресс. Негатив. Боль. Соответственно, там, ущерб. И так далее. И другое дело, когда недопонимание является проявлением индивидуальности человека. Понимаете? И вот здесь есть тонкая грань. За злость, за свою эмоцию несёте ответственность вы. А за недопонимание, то есть за индивидуальные различия несёт отношение другой человек. И вы, в том числе. И вот здесь мне кажется, что ваш вопрос, опять же, является довольно таким, ну, как это сказать, модным, да? То есть просто вот взять и перестать злиться. То есть как не взять и перестать чувствовать. Но ведь это вы. Это ваши эмоции. Это ваши чувства. И его нужно правильно выражать. Пока оно выражается неправильно. Оно выражается в виде злости. Это неверно. Это деструктивный путь, скорее всего, посмотренный у вашей семьи. Вот. Если научиться правильно выражать эмоции свои, то мне кажется, что не нужно будет тогда думать о том, как не злиться. Но вы сможете спокойно выражать свои чувства, делать это постоянно и не бояться, что вам за это что-то будет. И нести самостоятельно ответственность за это. Я думаю так. Рекомендация? Какая рекомендация? Пару индивидуальных консультаций с психологом вам. Может быть, Муню тоже. Пару индивидуальных консультаций. Вот. И потом, если будет желание, то, соответственно, совместная консультация тоже будет нужна. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Продолжение следует.